Всем привет! У нас сегодня солнечное, солнечное, прекрасный денёчек. Я уже сбегала в парикмахерскую, немножечко здесь освежила, немножечко убрала тут лишнего. Вот маникюрчик сделала. В общем, немножко такой день мини-красоты. Вчера мы гуляли, я вам уже видео выставила на набережной, но много не снимала, потому что было огромное количество людей, и как бы вот идти и тыкать в лицо людям камерой, ну я ещё как-то не могу. Вот, поэтому как-то, ну что сняла, то сняла, но погуляли мы. Мы вчера прошли пешочком 11,5 километров. Конечно, устали, но ничего, ничего, ходить это нужно. А ещё я вчера купила цветок. Вот такой вот цветок мы купили вчера, заплатили за него, ну, немножечко, пока в пакете не следите, вот оно поранилось. Но тут ещё очень много бутонов, он должен свистеть. Заплатили за него 120 гривен. Ну, женщина, которая продавала, говорит, что это многолетка, но мне нужно теперь его вот пересадить, потому что ему тут тесно. Я этим займусь. Может быть, даже сегодня у Яночки возьму кашпо и постараюсь его пересадить. Ну, вот такой вот цветок. Вот хочется чего-то такого, знаете, живого. Хотя у меня и эти цветы, которые Леночкины, я забрала. Вчера их тут побрызгала. Вот этот цветок. И сейчас ещё у меня два в ванной стоят. Я их побрызгала. Этот такой, вот против света плохо видно, вот так, наверное, покажу. Такой вот он интересный, этот цветочек. В общем, как-то тут мы обживаемся потихонечку, хотя уже, как бы, думаем скоро и домой ехать. Ну, вот так вот обживаемся. Вот моя орхидейка выпускает веточки, листики, вернее. Там ещё один вот маленький начинает выходить. Ну, пока, пока цвести не собираю. В улице у нас сегодня ветер, сильный ветер. Как бы тепло, хорошо. Но вот когда проходишь мимо домов, где сквозняк, то чувствуется такой холодный-холодный ветерочек. Так что, такой у меня сегодня день начался, как бы, с таких приятных новостей. Потому что, когда ходишь в парикмахерскую, всегда как-то нравится, всегда как-то получаешь удовольствие от этого. Ну, для женщины что надо? Для женщины главное, чтобы была какая-то мотивация на хорошее настроение. Вот бутончик уже. Видите, какой будет скоро раскроется. Ну, и здесь тоже вот бутончики. Ну, я думаю, что... Ой, да тут много-много. Я думаю, что он будет цвести и меня радовать, этот цветочек. Не помню, как он называется. Я, собственно говоря, сильно я не запоминаю. Для меня есть красивые цветы и некрасивые. Вот этот цветок мне понравился, а я его купила. Хотя, когда мы шли на рынок, я хотела совершенно другой цветок купить. Но она сказала хозяйкам этого базарного магазинчика, она говорит, эти цветы, которые... Ну, я показала на картинке, я у него когда-то снимала этот цветок. Она продавала их, а их уже нет. Ими я торговала только ранней весной. Ну, ничего, этот тоже мне устраивает. Такие вот темно-темно-зеленые листья и яркие-яркие цветы. Такое сочетание необычное. Ну, мне нравится. Ну, кофе я уже, конечно, попила. Ну, а с вами хочу немножечко поболтать. И, знаете, вот мне попалось небольшое видео, где русская женщина рассказывает, что наших военных отправили в Америку. Там их всех зачипировали. И теперь они сражаются. Очень здорово. Как это такое может быть? Вот наши шли всегда впереди. Ну, в смысле русские. Всегда побеждали. А теперь приехали эти бандеры зачипированные. И вот они нас побеждают. Ну, я на это... Я, конечно, заулыбалась, потому что оно это бред-бредовый. А знаете, хотелось сказать и по этому поводу, и не по этому поводу. А мне кажется, что Россия, ну, даже не Россия, хотя и Россия тоже, Путин, он просто опозорился. Опозорил всю свою страну. Вот этой войной, которую он начал. Естественно, он не ожидал, что будет такое сопротивление. Естественно, он, как он говорил, за три дня мы возьмем Киев. Может быть, такие советчики были. Может быть, у него слишком было большое мнение о себе. Но на сегодняшний день весь мир уже увидел, что такое Россия. Хотя до этого все считали, что Россия очень сильная страна, очень мощная страна, у которой сильное оружие, которое... нужно ее бояться. А в итоге получилось, что он опозорил. Опозорил себя, опозорил свою страну. Опозорил свой народ. И вот смотришь на все это. Насколько человек был в себе уверен, насколько он был готов захватить все и вся. И насколько были прозомбированы люди, которые в него поверили. И до сих пор многие верят и говорят, чушь страшную. Ну, вот за чипы я вам сказала, просто смешно. И многие до сих пор кричат, что этих украинцев нужно всех уничтожить. А за что нас уничтожить? За то, что мы жили. Воспитывали своих детей, внуков. Никого не трогали. Жили своей мирной жизнью. У нас были планы, мечты. Мы абсолютно никогда не стремились к войне и ни на кого не нападали. В отличие от России. И вот что произошло? А произошло? Произошел позор. Самый настоящий позор. Война эта скоро закончится. Это уже не обговаривается. Вот. А там сейчас, чтобы как-то себя защитить и как-то себя поставить в таком хорошем цвете, идёт одно враньё. Враньё и враньё. И причём на белое говорится чёрное. Мне как-то писали комментарии, что подожди, ты ещё увидишь, ты ещё поймёшь, что ты не права. Ну вот, вы знаете, тот момент скоро придёт, когда вы всё увидите и, может быть, поймёте. Хотя я уже в этом сомневаюсь. Очень сильно сомневаюсь. Время нас рассудит. Так что вот у меня такое было сегодня. Коротенькое-коротенькое видео. Хотела с вами поздороваться. Сегодня у нас воскресенье. Такой хороший денёчек. Спокойная ночь была, могу сказать. Мы спали спокойно. Вот. Ну и как хочется, знаете, вы для меня уже как такие родные. Я должна с вами сказать вам доброе утро. что всё у нас хорошо, что мы живы-здоровы. И на этом как бы я маленькое такое видео заканчиваю. Может быть, мы потом пойдём сегодня. Не может быть, а мы обязательно после обеда пойдём гулять в парк. Вот. Может быть, что-то вам ещё сниму. Не знаю. Это, знаете, как? Это как вот что-то попадается по дороге интересное. Я снимаю, показываю, рассказываю. Ну, как получится. Мы просто пойдём в парк, погуляем. Хотя, в последнее время, не знаю, какая-то там мошка нас загрызла. Прямо вот у меня даже на руке где-то, вот, видите, такое вот пятнышко. Оно чешется, но я намазала какой-то там мазючкой. Ну и тем не менее, всё равно, на свежий воздух прямо хочется идти, потому что там действительно эти сосны, свежий воздух, прекрасно. Вот. Ну, а пока заканчиваю это маленькое, коротенькое, коротенькое видео. Всем желаю добра, здоровья, мирного неба. Всё у нас будет хорошо, всё у нас будет замечательно. Кстати, о том, что Славик обещал рассказать продолжение нашего путешествия по Таиланду, я помню. И, может быть, сегодня мы, когда пойдём в парк, я попрошу его, и он вам расскажет. У него там несколько историй. Я говорю, ну ты сразу все не говори, потому что это будет очень длинное видео. Длинные видео, как правило, смотрят не до конца. Да, поэтому он дозированно-дозированно будет вам рассказывать. Ну, есть о чём. Я сегодня вот была в парикмахерской, тоже зашёл разговор об отдыхе, о том, где я отдыхал, когда это было, ну, в 21-м году. Ну, для меня это вообще больная тема, путешествие моря и пальмы. Ну, и, конечно, прямо вот он меня аж так раздразнил, раздразнил. Это я была у парня, который стрижёт. Этот парень прям меня так аж раздразнил этими всеми путешествиями, воспоминаниями. Я говорю, ой, ну вы, говорю, прям меня аж за живое взяли. Ну, ладно, дорогие, всё, на этом заканчиваю. Встретимся, наверное, в парке. Не, наверное, точно встретимся в парке. И Славочка нам расскажет свою очередную историю. Всем пока!